Донбасс, который не гонит порожняк и придурки, рассуждающие о сдаче Ленинграда. Во время пресс-конференции Владимир Путин за словом в карман не лез. Говорил он много, но верят ли ему россияне? Добро пожаловать в Куб. Союзное государство, пенсии, Донбасс, решение ВАДа и десятки других тем. 15-я пресс-конференция Путина оказалась одной из самых длинных. И, как всегда, российский лидер не скупился на яркие фразы. Когда я слышу, что, может, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать, вы придурки, нет? У вас бы никого не было. Известная фраза «Донбасс порожняк не гонит», а у вас вот такие бандиты гуляют по Берлину. Если смотришь пресс-конференцию Путина, то очевидно, что два самых насущных вопроса для нашей страны – Украина и обсуждение Второй мировой, пишет Алексей Навальный. Ни о чем другом Путину говорить не интересно. Какие там врачи, какая коррупция? Нужно же обсудить, как сдалась Чехословакия. Ну, что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку подряд. Услышав эту фразу, кто-то решил, что Путин решил остаться у власти навсегда. Но на самом деле у этих слов скорее противоположное значение. Один человек, в принципе, не может более двух раз занимать президентский пост. Неважно, с перерывом или подряд. Генпродюсер Мачте Ветти на Канделаке написала, что, как ей кажется, Путин все еще получает удовольствие от своей работы. Для дальнейших перспектив нашей страны, во многом ориентированной на первое лицо в государстве, это важное позитивное обстоятельство. Если Путин заговорил о том, чтобы убрать слово подряд из Конституции, не значит ли это, что он хочет остаться у власти в другом качестве после 2024 года? Таким вопросом задается новый главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзитко. Я указов о награждении героем России просто так не подписываю. За что Рамзан Кадыров получил звание Героя России? По словам Путина, глава Чечни сам участвует в боевых операциях и бросается под пули. В ответ на похвалу Путина Кадыров пообещал, что Чечня станет регионом, которым будет гордиться вся Россия. На пути Ахмата Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться. Если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина. Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Тему свободы СМИ в России на Западе или ее отсутствие Путин затрагивал не раз. На притеснение российских журналистов пожаловалась сотрудница агентства «Спутник Эстония». Нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые средства массовой информации. Сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм. Слова Путина не оставили без внимания в Европе. Высказаться решил, к примеру, евродепутат Гий Верховстад. В России свобода прессы практически мертва, и Кремль использует в своих интересах нашу европейскую свободу СМИ. Это поражение и для европейцев, и для россиян. Европа должна перестать быть наивной, мы не должны терпеть нетерпимого. Доверяете ли вы тому, что говорил Владимир Путин во время пресс-конференции? Скорее да или скорее нет? Большинство наших подписчиков выбрали второй вариант. А как вы ответили вы? Участвуйте в вопросах, пишите комментарии и, конечно, следите за Кубом.